День воскресный В этот день миллионы христиан, братьев и сестер наших, идут в дома поклонения, в храмы, в молитвенные дома. Стекаются вот эти ручейки народа Божьего, чтобы поклониться Господу. Но в это время происходит еще одно, в духовном мире еще одно действие, которое не хотелось бы нам, которое не нравится христианам, против которого мы. А я скажу, что происходит. Прочитав из книги Иова, 1 глава, 1 стих, 6 стих. Иов, 1 глава, 6 стих. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Мы его не видим физически, но в духовном мире он приходит. А зачем приходит враг души человеческой? А Библия говорит, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он приходит, чтобы украсть твою веру, мою веру. Он приходит, чтобы убить твое тело и погубить душу. Это его цель. Итак, украсть веру. Приходит враг души человеческой. А как можно сделать, как можно украсть веру у человека? А нужно сделать ему так, чтобы христианин ничего не слышал. Потому что вера от слышания. Вера от слышания. И чтобы украсть веру, нужно закрыть уши христианин. Разными путями, разными способами. Я говорю это, чтобы мы бодрствовали. Потому что часто бывает так. Приходим на собрания, а мысленно мы решаем где-то свои вопросы, свои дела. Бизнеса ли, дома, еще что-то. Или еще. То кто-то рядом громко молится. Дьявол говорит, смотри как. Ну невозможно тебе быть здесь. На этом мысе солитат. Или еще что-то. Или еще тысячи способов. Как он делает, чтобы закрыть уши человеку. Чтобы он не слышал и не веровал. Одна сестра там, где мы жили, когда-то она рассказывала. Пришла на собрание. И мысль. А подлинно ли ты выключила утюг? И все. И все. Она ничего не слышит. Она ничего не видит. У ней мысли там. Не досидела из полсобрания. Она села на троллейбусе целый час добираться. Приехала домой. Утюг выключен. Он и не был включен. И не включался в этот день. Но она говорит, все он у меня украл. Вот это единственная мысль. А подлинно ли? Поэтому, начиная наше собрание, я призываю бодрствовать. И Библия говорит, бодрствуй. Смотрите, как вы слушаете. Будем в этот день. Оставим все заботы за порогом этого дома. Мы пришли поклониться Богу. Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Мы пред Ним. Предстаем пред Ним. Мы вставшие. Попросим, чтобы Он нас благословил. И чтобы уши наши были отверстили. Благодарю, Господь. Слава Тебе. Милосердие Твое обновляется и в это утро. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. И мы пришли, как миллионы христиан, пришли в дом молитвы Божьей, чтобы предстать пред лицом Твоим. Мы пришли сюда с нашими благодарностями. Мы пришли с нашими нуждами, Господи. Есть у нас и нужды, Господи. И мы все сегодня хотим, Господи, открыть наши желания нужны пред Тобою. Благослови, когда мы будем благословлять имя Твое. Благослови нас, когда мы будем воспевать имени Твоему в песнопениях. Благослови, когда мы склоним колени наши перед величием Твоим. Прими, Господь, да будет небо открыто. Знаем, что часто и много мы поступаем не так, как должно быть. Но мы верим, что милосердие Твое обновилось. И в этот день и Ты с нами. Ты преклонил ухо к нашему служению. Знаю, Господи, Ты желаешь благословлять. Просим Тебя, будь с нами в этот день наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Прихожа к Тебе, я свалую. Чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Буду бить сильнее я, славить вечно. За Твою любовь и милость, что даришь Ты нам с небес. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты один достоин хвалы, превозносим Тебу руки, к Тебе радуемся мы. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Создатель всей вселенной, всемогущий Бог. И жизнь мою, и жизнь мою другой, лишь только Ты. Создатель всей вселенной, всемогущий Бог. Тебе, Господь, Хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, Хвалу я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня. Создатель всей вселенной, всемогущий Бог. Среди ночи, ты мне увидеть свет помог, с тех пор, как я узнал Твою любовь ко мне. Хочу служить всем сердцем, только лишь Тебе. Тебе, Господь, Хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, Хвалу я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня. Прими молитву эту от меня. Служение хора. Служение хора. Служение хора. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнитит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. Пусть в пустыне осветит, и усталого больного приверимо сомнит. and as today we continue about his next quality I'd like to talk about that God is omniscient which is a Latin word all knowing to say that God is all knowing meaning he possesses total knowledge that there isn't nothing that he does not know and he possesses perfect knowledge about everything if we look at all the qualities of God they are all interconnected in order for him to have one of these qualities he must have all of these qualities let's just make a quick recap the first thing I talked about that God is self-sufficient that he doesn't need anything to sustain him that God is infinite that there is no end to him there is no beginning he just is we talked about that God is all powerful that he possesses all power to do anything he desires there is nothing that he cannot do so let's look at this really quickly logically the logic that the Lord has given us if God is self-existent if God is self-existent he must be infinite he must be infinite in order to continue to be infinite and if God is all-powerful then he must possess all knowledge in order to create things and make sure they continue to work and that he must have all knowledge about how every little detail works I mean imagine the human body scientists are discovering more and more things about the human body especially if you've ever done any research about our DNA it is incredibly complex yet God had all knowledge to create this complexity that it may continue to work and live and reproduce imagine this if you went to a doctor to have a pretty serious surgery and he says I think I know how to fix the problem would you trust this doctor but our God knows everything there isn't something that he can say I think I know how to work this out I think I know how to answer this prayer I think I know how to bring this person to myself that is not how it works with God because he knows everything and I'd like to start with a few passages Isaiah chapter 46 from verse 8 through 10 remember this and be assured recall it to mine you transgressors remember that the former things long past for I am God and there is no other I am God and there is no one like me declare the end from the beginning and from the ancient times things which have not been done saying my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure I think it is a good thing to be reminded constantly of who God is God himself is reminding Israel who he is he says that he will establish he says my purposes will be established and I will accomplish all my good pleasure he knows from the beginning to the end everything God does has a purpose it has a goal everything that he has created in this world has a purpose from the stars and sun to the whole animal kingdom and me and you and we all have purpose God doesn't just aimlessly create things just because he can he creates them because he has a purpose for those things that he may be glorified through all things let's look at a few more passages how the Bible describes God or men how they have described God we'll look at a few passages in Job and then we'll look at Psalms Job chapter 12 verses 9 through 13 who among all these does not know that the hand of the Lord has done this in whose hand is the life of every living thing and the breath of all mankind does not the ear test words and the palate tastes its food wisdom is with the aged men with long life is understanding with him are wisdom and might to him belong counsel and understanding Job here is saying that in God in him verse 12 verse 13 that it has wisdom and might that he has understanding that to him belong counsel and understanding let's look at Job 28 24 for he looks to the end of the earth and sees everything under the heavens there's nothing hidden from God and then let's look how God replies to Job we all know the story of Job when his friends came and they were having a conversation and they were accusing him that he must have sinned for all these things to have happened and then God comes in a whirlwind and starts to speak with Job I don't know if this has ever happened to you where you were praying you were going through a struggle and then God starts speaking to you and everything falls into place and this is the story that we see in Job Job 38 from verse 4 I'll just read a few verses but I encourage you to read this chapter at home to see the magnificence and greatness of who God is verse 4 and 5 it says where were you when I laid the foundations of the earth tell me if you have understanding who set its measurements since you know or who has stretched the line on it God compares Job to himself God compares Job to himself he's saying can you even stand where I am standing were you there when I started creating the heavens and the earth I think Job quickly realized that that is not his place and we see that he humbles himself and praises God let's look at Psalms 139 verse 4 David says that even before there is a word on my tongue behold O Lord you know it all before David even uttered a word God already knew what he would say it's interesting to think that even before I came up here to preach God already knew what I would say even before you woke up this morning God already knew the conversations that you would have with your wife with your children it's fearful to think about these things because you realize God knows and sees all how must I walk before him now let's look at Psalm 147 verses 4 and 5 it says he counts the number of the stars and gives names to them all great is our Lord and abundant in strength his understanding is infinite imagine that how many billions of stars there are in the world and God placed them all where they belong and he knows them all by name how many people do you know by name 100 200 500 there are over 7 billion people in this world God knows them all by name I think his knowledge is incredible and the psalmist says that his understanding is infinite it has no end and let's look at Isaiah we'll go back to Isaiah chapter 40 I think throughout the Bible often time God challenges his people especially when they're going through a difficult time when they stop trusting the Lord as we saw in Job as we see in the story of Israel and he tells them to compare him to somebody else and let's look at this passage Isaiah chapter 40 verse 13 through 14 who has directed the spirit of the Lord or has or as his counselor has informed him with whom did he consult and who gave him understanding and who taught him in the path of justice and taught him knowledge or informed him of the way of understanding I think when we speak to one another we try to give one another understanding or counsel or sometimes we even pray to God God you should do this in my life or we ask him to do those things as if God doesn't know what to do in your life as we read these verses who has taught him or who has given him understanding who has informed him or given him counsel and when we start thinking about this it brings us back into our place we realize that God knows best he knows how to work things out he knows which prayers to answer and how to answer that in Romans we see that Paul figures this out real quickly and he comes to the end of himself when he was thinking about how great God's knowledge is how great the depth of who God is let's read these verses Romans chapter 11 verses 33 through 36 oh the depth of the riches both of wisdom and knowledge of God how unsearchable are his judgments and unfathomable his ways for who has known the mind of the Lord or who has become his counselor or who has first given to him that it might be paid back to him again for from him and through him and to him are all things to him be glory forever Amen о Paul at the end of this passage Paul says all things are from you through you and for you I think it is a good thing to come to this realization in our own life when we start to see the greatness of God how he works everything according to his counsel when we humble ourselves before him and understand that it is through him that all things exist it brings us to a place of praise and I'd like to ask how far does this knowledge extend to is it only about what he has created and how things work or the beginning and the end or does he know every little detail that is going to happen I think we all know the answer the Bible is full of stories of how God has opened up things that would come to pass and I'd just like to remind us of one story it's about the man Abraham and the nation of Israel long before Israel ever became a nation even before Abraham became a father God spoke to him and told him what would happen even in his old age he's told him that he will have a son that he will have a descendant and through that son a nation will come about but there is one thing that will happen they'll end up in Egypt for 400 years imagine this little detail or big detail God knew 600 plus years before it happened before it happened before even Abram had a son or a descendant he knew his descendants would end up in Egypt and be under the Egyptian rule for 400 years and the Bible is filled with stories about how God opens up things that will come and I don't think only the Bible but our lives are full of these kind of stories how many times has God prophetically spoken to us of things that would come to pass how many of our families came to America based on a revelation how many times we have called upon the name of the Lord and he answered of what will happen whether to go there or not to go there whether to do this or not do this we have these examples in our lives but our knowledge is limited our knowledge is based on the things we have heard things that we have learned or seen or things that we have experienced and we make judgment calls and decisions based upon those things sometimes they are good judgments and decisions sometimes they are bad decisions it's because our knowledge is limited imagine if we had unlimited knowledge and we knew exactly everything would happen we would probably make the right choice every time brothers and sisters we have a God that knows all things to whom we can come at all times and ask for counsel for every decision for every moment of our life and he knows what to choose he knows where we should go he knows what we should say and I think that is an amazing thing that we have a God like this the Bible says from our mother's womb he knew us that he knows every hair on our head he knows our every deep thought he even knows our deepest secrets that no one knows he knows our every word that we have ever said he knows our every prayer that we have ever prayed he knows it all when I think about these things it frightens me but it also comforts me how can a God who knows everything about me the worst things about me yet still choose to love me chooses to call me by name and call me his own to call me his son and brothers and sisters he calls all of us his sons and daughters even if he knows everything about us no matter how many times we failed or fallen down he chooses to love us he redeems us he forgives us but we must continue to trust this God we must continue to ask for faith we must continue to ask for forgiveness where we have fallen and we must continue to learn more about him because the more I learn about him the more I walk in fear and reverence before him yet the same time the more I love and trust him brothers and sisters I want to call us to prayer that we just continue to know more about God that God will continue to open himself up more and more to us that we may walk in greater fear of him in greater reverence before him in greater obedience before him in greater love towards him and greater trust towards him amen let us pray to go to не преклонив колени и прославить имя великого Бога, который есть и был и грядет. И Твое Царство, Господи, Боже, оно всем обладает, Боже мой, Тебя нет начала и конца. И Ты, Господи, призвал нас в Своем Царство и дал нам будущность и надежду в Иисусе Христе. Слава Тебе! Честь Тебе! Поклоняемся Тебе, Бог, на нас. Ибо Ты достойна, Боже, и вся слава, она только Тебе принадлежит. Более, Господи, они не Тебе принадлежит. А будешь Ты прославлен, Господи, благословим, Господи. Докренность, Господь, на полный благословение. И желанием славить Господа во всякое время, воздавая славу Тому, Который достойно их принят. Ибо, Господи, Боже, нету другого имени, а только имя Иисуса Христа, Которым мы спасаемся, и Которым, Господи, мы искуплены от вечной пятигонии. И греха, Господи, Боже, и от вечного пятигония, которое было готово на человеку через непослушание Адама. Но пришел второй Адам во плоти человека. Аллилуйя, Богу нашему, и Ты не пощадил Своего Сына, чтобы нам не иметь спасение. Господь, помоги нам, Господи, каждый из нас, вся церковь Господня, поместная Боже мой, дали славу Тому, Который есть и был, и грядет. И, Господи, Боже мой, Ты Бог безначальный, и у Тебя нету конца. И царство Твое, Господи, оно не будет иметь конца. Аллилуйя! Хвалу Тебя, наш Господь, Боже Святый, благодарим Тебя, Господа нашего, и Тебе воздаем славу и превозносим, ибо Тебе она принадлежит. Господь, Господь, наполни Божьей Моя, и уста каждого человека. Хвалу Тебя, Господу, и поклонение Твое, Который был и есть и предназначенный. Дорогой отец, мы проклоняемся пред Тобой, пред величием Твоим, и воздаем Тебе славу и честь и поклонение, ибо Ты достоин всего, Господи. Ибо Ты сотворил этот мир, Господи, и все, что существует в нем, Боже Господь. Ибо у Тебя, Боже, есть все знания, Боже Господь, вся сила, Боже, вся власть, слава Тебе. Ибо нет другого Бога, слава Тебе, что Ты призвал нас к Себе, Боже Господь. Ибо Ты знаешь каждого по имени, Господи. И Ты называешь нас сынами, Боже Господь, и дочерями Твоими. Слава Тебе, Боже мой! Я прошу, Господи, научи познать Тебя больше и больше, Господи. И открой нам, Боже, через Своё писание, Боже Господь, через Свою мудрость, Боже Господь, кто Ты, Господи, что мы ходили пред Тобой, Боже Господь, страхом уже и стрепетом, Боже Господь, с любовью, Боже Господь, и с надеждой, и славой Тебе. Благослови народ, Боже Господи, что мы возрастали, Боже, пред Тобой, Боже, что мы знали Твои пути, Боже Господь, что мы всегда и шли и искали совет у Тебя, Боже Господи. Ибо Ты знаешь все, Господи. Ты знаешь наши молитвы, наши переживания, Господи, наши секреты. Все открыто пред Тобой, Боже Господь. Даже когда мы еще и слова не сказали, Боже, Ты уже знаешь. Слава Тебе, Боже Господи. Ты прославься через наши души, Господи, через наши жизни, Господи. Да, имя Твое всегда будет прославлено на этом месте, Господи. Слава Тебе. Помоги нам, Боже Господь, ходить восморением при Тобой. А Ты прославься во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да, святится имя Твое, Да, придет Царствие Твое, Да, будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас во искушение, Но избавь нас от лыкава, Ибо Твое и царство, и сила, и слава Во веки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Господь нам подарил сегодня служение. И слава Богу, что В собрании нашем мы можем делать такие Прекрасные объявления, да? У меня в руках открытка. И я хочу сказать вам, братья и сестры, Что я вчера был свидетелем Очень приятного события, Которое было в нашей церкви. И я прочитаю. Здесь написано место Писания. А теперь пребывается и три. Вера, надежда, любовь, Но любовь из них больше. Мы полюбили друг друга, И хотим соединить наши судьбы С Божьим благословением и молитвой церкви. Братья и сестры, мне нравится вот это, Как здесь написали молодые люди. С Божьим благословением и молитвой церкви. Правда красиво написано? Очень важно написано. Поэтому я приглашаю сюда Членов нашей церкви Диана Гошко. Пожалуйста. Иди сюда. На сцену. Это наша сестра. Да, вы знаете, братья и сестры. Но ее полюбил Брат очень хороший. Не наш брат. Наши братья опять прохлопали. А тому брат другой церкви полюбил ее. Женя Зубков. Пожалуйста. Походи сюда. Это брат. Молодой, красивый. Из церкви Вудборн. Славянская церковь города Вудборна. Вместе вчера с ихним пастором, братом Борисом, мы были свидетелями. У нас было, как мы говорим в народе, сватовство. По-библейски это было обручение. По-английски это был engagement. Я прошу родителей, встаньте, пожалуйста, брат Иван, сестра Наташа, брат Славик, сестра Люба. Можете вместе подтвердить, вы благословляете то, что вы вчера говорили, повторите. Благословляете. Спасибо, спасибо. Слава Богу. Садитесь, пожалуйста. Вчера мы пришли к согласию, братья и сестры. Это своего рода договор вчера у нас был. Договорились. Семья Зубковых и семья Гошка. Молодые люди договорились чуть-чуть раньше. Потом они спросили родителей. Потом они приходили к служителям. И мы все пришли к согласию, что у нас нет причин, чтобы не благословить. Мы желаем благословить. Братья и сестры, вы желаете благословить? Давайте мы встанем, помолимся за наших молодых людей. Господь наш, мы благодарны Тебе, что в это время, которое очень тревожно и много людей находится в страхе, переживаниях, но жизнь продолжается, и молодые люди не находят друг друга, чтобы дальше идти вместе. Потому что Твое слово говорит, что двоим лучше, нежели одному. Господи, мы благодарим Тебя за родителей, Господь, за брата Славика, сестру Любу, за брата Ивана, сестру Наташу. Они родили этих детей, вырастили, и сегодня они благословляют. И мы благословляем, как народ Божий, Диану и Женю, Господь, на создание семьи новой. И вчера мы закладывали этот серьезный камень, на котором дальше будет созидаться эта семья. Боже, просим, сохрани их в чистоте, благослови Господь Божьим мудростью, целомудрием добудут Господь, Боже, моих сердцам помыслы чистые, Господь действия добудут чистые и благоразумные до дня бракосочетания, чтобы они получили полное благословение от Тебя, наш Господь. А мы сердечно Тебя благодарим, наш добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, братья и сестры, молодые люди, вы постойте пару минут. А я хочу перед лицом церкви объявить сегодня, что брат Женя у нас теперь жених, сестра Диана, невеста. Мы это провозгласили церкви в духовном мире, также это было заявлено. И я прошу вас от имени Господа сохраните себя в чистоте и святости. Для того, чтобы получить полное благословение от нашего Господа. Я всегда повторяю, что мы сегодня объявили вас женихом и невестой. Это не муж и жена. Имейте дистанции. Сейчас нас научили такой social distance, она уже иногда аж приелась. Сейчас это будет как раз очень вам хорошо, иметь этот social distance. Приглашайте третьего человека, да будут благословены ваши пути. К сожалению, братья и сестры, мы не сможем их поздравить. Они сейчас уедут с родственниками, с родителями в Удбурн, когда Женя, я надеюсь, приедет еще к нам, тогда вы поздравите, пожелайте им всего хорошего. И от вас их поздравляем. Благослови. Благодаря Богу. Благослови Господь всех вас. Нас сейчас будет. Братья и сестры, слава Господу. Сейчас у нас будет материальное служение, и хочу напомнить, что в этом месяце, вторая неделя, у нас будет два материальных служения. Сейчас наш церковный сбор будет, потом попозже у нас будет сбор миссионерский. Пожалуйста, давайте оставшим и будем петь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Каждый колосок, каждая душа, это приятно для Господа, когда она обретает Иисуса Христа. Посредством нашего свидетельства это очень тяжелый труд, я бы сказал. Многие люди спотыкаются, многие люди переживают. Бывает, слышат на работе против себя какие-то высказывания. И часто это приводит к какому-то расстройству. Но я хочу сказать, что большая радость будет тогда, когда мы пристанем пред Господом. В наших руках посредством нашего свидетельства будут спасенные души пред Иисусом Христом. Я хочу, чтобы Бог благословил всех наших братьев, которые проповедуют. Всех наших братьев и сестер, которые молятся. И особенно те, которые участвуют в таких служениях, которые являются свидетельством об Иисусе Христе. Да благословится Господь. Я иду к тебе, Господь, навстречу, пред собою вижу образ твой. Трудностей в дороге не замечу, Был бы ты, мой Бог, всегда со мной. И стараясь не терять из виду Светлое твое, Господь, лицо. Я, глотая слезы и обиду, На твое хочу зайти крыльцом. Я к тебе спешу, спаситель, В небо я стремлюсь, В небо я стремлюсь домой. И тебе, мой искупитель, И тебе, мой искупитель, Верой, правдой я служу. И тебе, мой искупитель, Ней напрасно в жизни не теряю, В небо принести хочу плоды. Что-то сею, что-то собираю, Верю, ждет награда за труды. Я к тебе спешу, спаситель, В небо я стремлюсь домой. И несу в твою обитель Сно пшеницы золотой. Я к тебе спешу, спаситель, Каждым часом дорожу, И тебе, мой искупитель, Верой, правдой я служу. И тебе, мой искупитель, Верой, правдой я служу. Служу. Слава Богу! Слава нашему Богу! Братья и сестры, слава нашему Богу! Слава Богу! Мы имеем прекрасное служение, И смотря на молодых людей, За которых мы молились, Благословляли, И пастор говорил, Такое время неспокойное. Но, вы знаете, этих людей Ничего не пугает. Почему? Потому что они любят друг друга. Влюбились. Любовь, она изгоняет всякий страх. Знаете, любовь к Богу, Если в нашем сердце, В нашем сердце не будет страха В этом мире. Поэтому пусть Господь Бог благословит, Воистину полюбить Господа всем сердцем. Преднашим сейчас будет молитва, Нужды, благодарность. Я прочитаю из Слова Божьего местописания. И мы, братья, возьмут микрофон, У кого есть нужды, благодарность. И вы искаете при лицо Господне, И мы вместе будем нести Прод его лицо. Некогда Давид в своем псалме записал, Он молился к Богу. Он также был человек, Который нуждался в Божьей милости. И в своей молитве, обращаясь к Богу, Он говорил такие слова. Восемьдесят пятый псалом. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо твое, И услышь меня, Ибо я беден и нишчь. Он, взывая Господа, говорил, Чтобы Господь Бог преклонил свое ухо, И услышал его молитвы, И он осознавал, что он беден и нишчь. Он нуждался в Божьей милости. И ниже написано, «Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя. Помил меня, Господи, ибо к тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба твоего, ибо к тебе, Господи, Возвесели душу мою, ибо ты, Господи, благ и милосердь, И много милостив ко всем призывающим тебя. Услышь, Господи, молитву мою, Внимли глазу моления моего». Так молился некогда Давид, И он, знаете, в этих стихах очень много сказал Господу, что он каждый день взывает. Он, знаете, когда взывает, и он говорит, что «возвесели душу раба». Когда гнет, когда какая-то нужда, переживание, нету в радости, в душе веселья, уныния приходит. Он говорит, «Возвесели душу раба твоего, к тебе, к тебе взываю». И он говорит, «Ибо ты, Господи, благ, милосердь, много милостив. Пусть Бог благословит. Воистину мы знаем, что наш Бог, Он милостив, Он многомилостив, Он благ, и к Нему наша молитва. Пусть Бог благословит. Если есть благодарность и нужды, вы скажите… Слава Богу. Слава Богу. Спасибо вам за ваши молитвы. Бог благословил наш путь с Прохором туда и обратно сюда прилетел. Слава Богу, что Бог сохранил пути. Я также благодарна Господу. Благополучная жена родила сыночка мне Ливай на прошлое воскресенье вечером. Слава Богу, он растет, набирает вес. И также помолитесь за жену, чтобы Бог дал ей здоровье, силы. И старший сын, вчера чуть-чуть температура поднялась, но потом опустилась, и слава Богу, все так нормально. Помолитесь тоже, чтобы Бог полностью ее выздоровел. Помолимся и благодарим Господа, чтобы Бог благословил роды жены. Две благодарности Господу. Знаете, сегодня буду хвалиться нашим Господом Иисусом Христом за все Его милости. Я даже не хочу немножечко небольшое свидетельство так рассказать. Первая благодарность – это за Наташу, мою двоюродную сестру Наташу Генку. Это, может быть, многие ее помнят, 10 лет назад она привозила детей из интерната в нашу церковь. И Наташка моя заявляла пару раз здесь в церкви. Она заболела раком. Вы знаете, я вчера с ней поговорила. Вы знаете, у нее такая благодарность большая Господу. И она благодарила церковь за наши все молитвы. И ей сделали CAT scan, и у нее была опухоль 10 на 12 сантиметров. И когда она пришла с результатами к онкологу, вы знаете, она прямо посмотрела на нее большими глазами и говорит, «Наташа, ну так не бывает. Я за свою практику видела, что опухоль после всех лечений химотерапии где-то на 70% уменьшается. Они вообще не могли найти опухоль на CAT scan. И знаете, она говорит, Ира, я не могу поверить в благодарность Господу за молитвы. И она просто говорит, я благодарю Бога, что через эту болезнь она послужила для меня таким большим благословением. Я чувствую, что я приблизилась к Богу, и говорит, я на жизнь начала смотреть другими глазами. И она говорит, ну просто не было слов, чтобы выразить Богу благодарность за это чудо. Говорит, я не знаю, как Господь дальше поведет меня в жизни, но то, что произвел Господь вот этой болезнью ее жизни, она говорит, это перевернуло всю мою жизнь. Это вера у нас в благодарность, такая в родстве. И знаете, у меня вторая благодарность Господу. Я в прошлом воскресенье говорила, что на моей работе я в Кайзере проработала 22 года. Мой religious exemption не приняли. И знаете, я взяла выходные, у меня просто vacation взяла, в принципе, как день рождения. У меня должен быть и практически все узнали о моем termination во время того, как я была на vacation. И мне надо было выйти во вторник, в мой последний день. Знаете, я так молилась за этот день. Вы знаете, это очень сложно, когда ты проработал 22 года. Знаете, с людьми, эта связь с людьми, когда ты работаешь долго, много чего перенес в жизни. И там на работе были очень стрессные ситуации. И знаете, как все равно привязываешься. Я просто не знала, думаю, Господи, как вот эти вот струны души, вот это, знаете, как должны разорваться. Потому что, ну, все понимают, что termination, это все практически как fire. И знаете, я так молилась. И знаете, и Господь так все чудно соделал. Знаете, у меня такой был мир, покой в сердце. И просто какая-то, знаете, такая вот, не могу понять, и тревога, и радость. И какое-то, понимаете, смешанное такое состояние было. Все мне на работе вертира. Мы вообще, наверное, в последний день не вышли на работу. Ну, как ты вышла? Говорят, как ты вообще, ну, это все переносишь? Это просто, знаете, мне благодарность Господу, что только Господь вот это мог это обезболить, вот это все, вот это, понимаете. И я просто такая вообще очень чувствительная очень человек, что я на слезы очень легкая, знаете. И просто, знаете, я как-то выдержала эти 9 часов. И просто, конечно, последний момент, когда мы уже прощались, когда я все собрала на своем столе, все свои, ну, pictures, family pictures, и все сложила это. Поэтому, когда прощались, это было, конечно, очень много было слез, но, знаете, все равно вот Господь даровал вот такую вот милость, что просто вот это все перенести. И, знаете, я еще просто такое чудо, так как больше никто не говорит, я возьму еще пару минуточек. Когда меня менеджер мой вызвала в кабинет, и она дала мне вот это письмо приговора. Прошла Ирина, значит, я, I'm really sorry, получается, но я должна это дать тебе, это письмо. И она говорит, ну, в конце я объяснила ей, получается, почему я выбрала этот мой, этот выбор у меня сделала. И я, понимаете, братья и сестры, я не против демокцинации. Получается, пускай Господь каждого выразумляет, правильно, неправильно. Мне практически это решение пришло только в конце августа, где-то начало сентября. Я даю это, ну, практически, у меня не было никакого такого противления. Но просто потом, знаете, я просто как работала в медицине, я видела все, что происходит, просто какие пациенты с какими очень тяжелыми последствиями приходили. Просто и то, что происходило в медицине у нас, начал проходить, я просто видела, у меня противление такое было, что, думаю, Господи, это неправильно, это неправильно. И просто, знаете, как я, это просто у меня созрело решение где-то в конце августа, в начале сентября. И просто, как я объяснила менеджеру, я не могу пойти против своего совести, своего сердца. И она говорит, я понимаю. Говорит, ну, Ирина, может быть, ты найдешь где-то работу в натуропата, говорит, что получается, то, что они обычно не принимают, это все. И знаете, и просто чудо Божье такое звонит мне на следующий день Ира Кузнецова. Она говорит, Ира, я была на поэтмите своего натуропата, она принимает лечение, она говорит, я спросила его, Майк, тебе случайно не нужен медицинский ассистент? Он говорит, я через месяц мне надо было где-то на part-time мне нужно будет медицинский ассистент. Она говорит, Майк, у меня же для тебя есть уже готовый медицинский ассистент. И она уже там артира, я для тебя, я тебе там так его это рассказала, все, он говорит, ну, выставлю позицию, заинтересовалась об этом. Знаете, я просто, понимаете, думаю, может быть, Господь усматривает, и какая-то новая страничка будет в моей жизни. Я на счет натуральной медицины всегда хотела просто как больше узнать об этом всем. И поэтому, братья и сестры, что все, что не происходит в нашей жизни, знаете, Господь, все, что он делает, делает к лучшему. Знаете, и я, я знаю, что я потеряла, знаете, много, потому что в Кайзере, кто работает в Кайзере, очень хороший бенефит. У нас медицинская страховка, сто процентов, практически мне ничего не платили. Сейчас, конечно, это все будет сложно, но просто я вижу, Господь просто дает такой мир и покой, и просто как-то, понимаете, вот это безболие, вот эти вот раны, это, я только хвалюсь Господом, что Господь, вот просто, это сверхъестественно. Я просто благодарю Господа за Его Духство, которое тешает и нас проводит через такие трудности в жизни. Поэтому я только хвалюсь Господом, потому что я свою знаю персоналити, и кто люди меня знает, это, я, это для меня практически было бы невозможно, но с Господом все возможно. Я только прославляю моего Иисуса. Слава Богу! Поблагодарим Господа! Я хочу благодарить Бога в первую очередь и всех вас за ваши молитвы, за ваши переживания, за то, что в среду Бог вмешался и помог. Потому что было очень плохо мужу. Я не знаю, почему он молчит. Потому что уже хорошо. Поэтому решила я встать. Слава Богу за всех! Слава Богу! За Божью милость, за Божье исцеление, руку помощи, которую Бог посылает нам, когда мы к Нему вызываем. Хорошо, если больше нет. Я прочитаю, у нас есть здесь на Вайбере нужды. Света, дорогая церковь, просим вас поддержать молитвы. У нас семейная нужда. Благодарим, будем молиться. Также Виктор Ружуа, прошу помолиться за благословение в дороге. Помой, чтобы он благословил. Сохранил пути туда и обратно. Также Панкратова Лариса просит у меня огромную благодарность Богу за Его охрану, заботу, любовь. Бог сохранил нас в перелетах, в дороге. Мы посетили наших деток. Бог подарил нам еще одного внука. Слава Богу за все! Слава Богу! Пусть Бог благословит, хранит внука для славы имени нашего Господа. Давайте мы, вставшие, помолимся, принесем эти нужды. Господь Бог! Мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое имя за милость и любовь, за право, Господи, приходить при Сотве, благодарить Тебя, что Ты есть чудный Бог, Который слышишь, Который благословляешь, Который вникаешь, Боже, в дела, в судьбы детей Твоих, Господи, которые живут на этой земле, Боже, краткодневной нашей жизни. Но Ты благословляешь, Боже, Ты вникаешь. Господи, Ты выходишь с ответа, мы благодарим, мы славим Тебя, Боже, за то, что Ты Бог наш. Благодарность Тебе. И вместе с благодарностью мы несем нужды народа, который заявлял, Боже, Ты хранил Господь Леонида в пути. Он благодарит. Слава Тебе. Благодарность Тебе, Боже. Боже, мы также из Максима благодарим Синой, что Ты благословил, Боже, сыночком, Боже, благополучные роды послал, Боже, пошли Твое благословение в этом доме. Дай мудрости, Боже, родителям, чтобы эти дети, они возрастали для Твоей славы, Боже. Сохрани в этом мире от греха, от зла. Пусть кровь Твоя будет покров и защита во имя Иисуса. Мы также благодарны Сестрой Ирой, Боже. Ты ведешь по этой жизненной дороге, Господи, но Твоя рука сильная, Боже, она ограждает, она поддерживает, Боже, она благословляет, Господь. Слава Тебе, Боже. Благослови весь народ, Господи, кто сегодня в переживаниях, кто сегодня в выборе, Боже, дай сегодня в сердце положить, надеяться на Тебя, Господь, Боже, а Твоя рука сильная провести по этой жизненной дороге, Господи, сохрани народ Твой, благослови во имя Иисуса Христа, Боже. Также Ты слышишь эти нужды, которые есть на вайбере, Боже. Сестра Света просила, Боже, чтобы есть семейная нужда, Господь, благослови. Выйди на встречу, Боже, да будет ответ, и да будет милость Твоя, благослови. Также с Виктором мы просим, благослови его путь. Сохрани, Боже, пусть будет ограда, защита Твоя, Боже. Пусть ангелы, они ополчаются, Боже. Также с сестрой Ларисой, мы благодарны Тебе, Господь, Боже. Ты хранил пути, перелеток, Боже. Ты даровал еще одного внука. Слава Тебе, Боже. Благослови. Пусть растет для Твоей славы. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы также благодарны с Тамарой, Боже, за Бориса, Господь. Мы молились, Боже, и Ты явил милость, Боже. И надальше мы просим, благослови, дай ему силы, дай здоровье, Боже, чтобы он мог трудиться, Господи, для славы Твоей имени, сколько Ты определил на этой земле, Господь. Просим Тебя во имя Иисуса, Тебе единому славу, честь и величие, святый вечный Бог, вовеки. Аминь. Брат Николай, пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу, братья и сестры. Первая заповедь, которую сказал Христос. Возлюби Господа Бога Твоего, да? Вторая, подобная Ей. Возлюби ближнего Твоего, как? Как самого себя. На сегодняшний день я бы хотел, на этот конец года, еще будет одно у нас, это миссионерское служение. Я хотел напомнить каждому из нас. Я должен дать себе отчет, и каждый из нас должен дать себе отчет, что я сделал за прошлый год, за прошлый месяц, за прошедший день для служения моему ближнему. ближнему, который находится в нужде. Я думаю, что это время, вы знаете, оно такое тяжелое. В основном оно духовно тяжелое. Я не думаю, что материально пока еще тяжелое. Слава Богу, мы имеем хлеб, и до хлеба мы имеем, и наши холодильники, они полные. Слава Богу, дорогие друзья. Ну вот нужда духовная, она очень и очень такая, знаете, переживательная для каждого из нас. И мы сегодня как никогда должны быть готовы к тому, что придут такие времена, что нам нужна будет эта поддержка. Поддержка нужна будет друг другу. Член члену церкви, матери, дети, отцы, служителя. Каждый должен стоять на своем месте и нести эту поддержку. Чувствовать, что мы чувствовали друг друга, друг друга эту поддержку. Буквально две недели назад наши друзья, сабузинки, Сережа Турко, служители этой церкви, передали мне благодарственное письмо, в котором благодарит нашу церковь за постоянное участие в этом служении. Эти старики, которых находится 32 человека постоянно, сейчас они купили рядом, напротив, молитвенный дом, здание под молитвенный дом. И там, говорит, сзади есть два помещения, где еще оно пристроено к этому молитвенному дому. И там еще есть две комнаты, и мы сможем еще около 10 человек посередине. Думаю, Сережа, когда у тебя будет предел этого внутреннего человека заботиться, заботиться об этих бездомных. Я просто, ну, знаете, ну, найти такое сердце, которое было бы открыто вот так, ближнему своему, это показывается наша любовь к нашему Господу, дорогие друзья. Забота, вы знаете, я думаю, одного человека, кергиверы, которые работают, тяжело работать с одним человеком. Но представьте, с 32, которые сейчас есть, с них половина, 12, 14, 17 человек постоянно, в зависимости от того, сколько там человек находится, находятся в лежачем положении, которого надо поднять, помыть, перевернуть, накормить, дать какое-то лекарство, дорогие друзья. И это все, вы знаете, оно должно, мы есть участниками этого служения. Это нелегко, очень нелегко ему. Но, слава Богу, Бог выходит через таких, как мы, на это служение. Побуждает любить Господа не на словах, а на чем? На деле. Аминь, дорогие друзья. Читаю место священного писания, которое записано во втором послании Коринфянам о сборе средств для Иерусалимской церкви. Когда он происходил? Почему он происходил, этот сбор? Потому что в этом была нужда. В этом была нужда. И услышали, братья, и апостол Павел говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествит в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам их сверхсих сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. И, а как вы изобилуете всем верою и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Аминь, дорогие друзья. Да благословит Господь нам быть в этом служении. Аминь. Сейчас у нас будет материальное служение. Группа будет петь. Братья, пожалуйста, пройдите по рядам. Сидите спокойно, группа будет петь. Да, пожалуйста. Хлеб насущный дай нам на сей день, Слышен вопль городов-деревень. И Господь всемогущей рукой Землю делает щедрой такой. На земле каждый час, каждый мир Светит солнце для добрых и злых И не сходят дожди в облаках Бог ко всем одинаково благо. С неба пало святое зерно, На земле умирало оно. Проросло, многоцветие брызгло, Принесло миллионы плодов. Это подвиг страдальца Христа, Хлебом жизни для многих он стал. И тот день, когда смерть его чту, Преломлением хлеба зову. Это подвиг страдальца Христа, Хлебом жизни для многих он стал. И тот день, когда смерть его чту, Преломлением хлеба зову. Благодарными стоит нам быть, Иисуса взаимно любить. Лучше нет на земле никого, Иисуса Христа моего. На земле каждый час, каждый миг Светит солнце для добрых и злых, И нисходя дожди в облаках. Бог ко всем одинаково плак. На земле каждый час, каждый миг Светит солнце для добрых и злых, И нисходя дожди в облаках. Бог ко всем одинаково плак. Братья и сестры, скажите слава Господу. Однажды Иисус встретил одного человека, И он сказал такие слова. Я видел тебя под смоковницей, Прежде нежели ты пришел сюда, Прежде нежели ты встретился со мной, Я видел тебя. И еще Господь сказал, что это истинный, Что это еврей, в котором нет лукавства, Если я не ошибаюсь. Этот человек находился у смоковницы, Нафанаил. Вы знаете, это имя означает дар Бога Или дар от Бога. Я думаю, дорогие братья и сестры, Мы сегодня в этом служении, Мы наслаждаемся присутствием Божьим, Мы наслаждаемся пением, Мы славим Господа, Мы слышим эти свидетельства. И вы знаете, как раньше Бог видел нас в нашей жизни, И помогал, не оставлял нас, Так и сегодня Он видит. Аллилуйя. Слава Господу. Каждый из нас проходит какой-то этап в своей жизни, Где испытывается наша вера, наше упование. Но Бог говорит, я вижу тебя в этом, Дорогой брат и сестра. Бог говорит, я вижу твою молитву, Я вижу твои переживания. Вы знаете, мое сердце радуется. Я недавно говорил с Ирой, мы говорили об этом, Мне чуть-чуть раньше сказали, чем ей, На четыре недели раньше сказали, Что у тебя больше работы нет. Ты можешь все бенефиты, все, что у тебя было. Но вы знаете, как Ира говорила, Я так могу засвидетельствовать, Что когда Бог, Когда ты уповаешь на Бога, Бог дает тебе мир. И этот мир, он совершенный. Этот мир дает тебе силу Смотреть на небо и говорить, Господь, я на тебя буду уповать, Я буду доверять тебе, Я буду славить тебя. Вы знаете, когда я поговорил с моим менеджментом, Я вышел из офиса, И сразу тут же телефон, И звонит моя жена и говорит, Игорь, не переживай, у тебя уже есть работа. Мой менеджер сказал, что примет тебя на работу. Аллилуйя! Вы знаете, братья, я просто, как братья и сестры, Я просто перешел, как вы знаете, С одного здания в другое здание. Мы даже не чувствуем никакого урона финансового. И я вижу даже еще большее благословение в этом. Дорогие братья и сестры, Мы вместе с женой, вместе преклоняемся, Вместе молимся, едем одной машиной, Вместе идем на ланч, на брейк. И я увидел в этом большое благословение. И я говорю, Господь, какой ты великий Бог! Аллилуйя! И если есть сегодня у тебя, дорогой брат и сестра, Какие-то вот переживания, Возможно, финансово или болезнь какая-то, Знай, что Иисус, Он видит твое сердце, Он видит твое переживание, Он говорит, я вижу тебя. Ты не думай, что ты один! Бог с нами! Аллилуйя! Я хочу спеть этот псалом, Старенький псалом, который говорит, О, мой брат, где смоковница твоя! О, сестра, где ты молишься всегда! Ты устала, душа в непосильной борьбе, Грех и страх овладели тобой! Но я видел тебя под смоковницею, Где стонал и кричал ты пред мой! Но я видел тебя под смоковницею, Где стонал и кричал ты пред мой! О, мой брат, где смоковница твоя! Твоя, о, сестра, где ты молишься всегда! Твой Иисус всюду видит тебя, тебя! Твой Иисус всюду слышит тебя! Ты забыл у людей и заброшен судьбой, Твой Иисус всюду видит тебя, тебя! Твой Иисус всюду слышит тебя! Ты забыл у людей и заброшен судьбой, И никто не поможет тебе! Но я видел тебя под смоковницею, Где стонал и шептал ты больной! Но я видел тебя под смоковницею, Где стонал и шептал ты больной! О, мой брат, где смоковница твоя, твоя! О, сестра, где ты молишься всегда! Сестра не хватит тебя! ты голодный на сушни во хлеба проси утомленный ко мне ты взывал но я видел тебя под смоковницею и хочу тебе дать своих сил он мой брат где смог умница твоя моя о сестра где ты молишься всегда и суд увидит тебя тебя твой иисус слышит тебя сейчас служение хора и будет заключительной пробовать слава нашему дорогому господу иисусу христу я хотел сегодня говорить о двух словах коротких очень словах с русского языка это два предлога через и в русский язык ну как и все другие языки их слова их разбивают в такие категории существительное прилагательное предлоги они относятся к их называют служебной части речи то есть помогательные и сами по себе эти слова очень мало жена значит они обычно стоят существительным или прилагательным и делают но меняют всю ситуацию и сначала я бы просто хотел бы объяснить еще раз значение этих слов почему это важно хорошо знать русский язык хорошо знать еще наверно лучше здесь живем в америке знать английский язык но это библейские слова которые употребляются очень много и часто удивительно много удивительно часто в сочетании с третьим словом в новом завете особенно и так через конечно я на перед тем как я начну это объяснять не нужно наверное говорится то чем я буду говорить и из библии это огромная тема которая занимает ну я не знаю сколько процентов если мы поймем это если мы переживем это если мы будем знать хорошо это это решит ну можно сказать если не все то большинство наших духовных проблем включая нашу вечность и в одной проповеди конечно невозможно можно было бы разбить это на одно слово другое я никогда в своей жизни не говорил как это но секвенсов проповедей не знаю ли буду когда то говорить именно на эти два слова может быть по отдельности но моя цель сейчас просто напомнить вам то что действительно должно проходить через всю вашу жизнь то что должно занимать вас постоянно вот эти два слова через и в что обозначает через в русском языке это значит очень многое и в английском языке это сразу же разделяется на два through и over ну перелезть через забор в русском языке нас это будет мало интересовать это значение больше вот это значение through то есть мы прошли через через дверь вода приходит к нам через трубы нам передали сообщение через какого-то человека через нашего брата вот это значение слова нас будет интересовать вы знаете мы эмиграция были у нее вот это наша эмиграция не та которая была предыдущая у него были свои какие-то ну такие фазы первая фаза это было что ехали через австрию и италию масса людей ехали именно таким образом я уже мы с нашей я с ларисой мы уже ехали сюда через москву и через спонсора то есть нужно было здесь найтись человеку в соединенных штатах это уже у нас уже это были родственники брат ларисы он ехал через американскую семью сюда они его спонсировали нужно было найти этих людей здесь чтобы они подписались дали поручение за тебя ты приезжал в ихний дом жил какое-то время то есть приезжал сюда через этих людей и часто иногда бывали такие беседы ты через кого кто тебя сюда вызвал через кого ты сюда попал и вот это значение что через что-то через кого-то мы будем об этом говорить ну недолго время уже мало у нас второе слово вы вот этот лист бумаги находится в этой книге он ну он находится там спрятан там полностью эта книга покрывает его она он может находиться ну частично а вот этот лист он сейчас находится полностью в этой книге ты сидишь в этой церкви физически по крайней мере не знаю за твое где твоя голова сейчас сидит ну твой ум находится это совсем второй вопрос но ты находишься сейчас в этой церкви и знаю те кто читают библию они наверное уже за догадались о чем идет речь ну какая библейская тема вот эти предлоги как я уже говорил слова сами по себе значат очень мало обычно они показывают на какое-то действие на какой-то предмет в нашем случае о чем мы говорим эта фраза обычно встречается через него в нем и вы хорошо знаете о ком идет речь вероятнее всего через Иисуса Христа в Иисусе Христе и я просто сейчас хочу прочитать много-много мест наверное ну не знаю сколько остановлюсь в какой-то момент почему этих мест масса в Священном Писании это удивительно дорогие друзья почему их так много вот первое место Иоанна 14,6 Иисус сказал ему я и всем путь и истина и жизнь никто не приходит к Отцу как только через меня Римлянам 5,1,2 и так оправдавшись верою мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого верую и получили мы доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией ниже чуть-чуть в 11 стихе и недовольно сего но и хвалимся Богом через нашего Иисуса Христа посредством которого мы получили ныне примирение через нашего Иисуса Христа ну и последнее место за это слово евреям 7 глава 25 стих посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу Бог может спасать приходящих через Него к Богу дорогие друзья это супер важно через Иисуса Христа и я прочитал всего лишь несколько слов но есть масса масса мест которые если вы читаете Библию вы будете смотреть на них видеть и я немного об этом поговорю сейчас давайте я дочитаю уже несколько еще мест за вы в нем Иоанна 15, 5, 6 я есим лоза, а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего кто пребудет во мне извернется кто не пребудет во мне извернется вон и я сейчас не буду ну читать все этого мы просто выберем вот это Ефесянам 1 глава 11-13 стихи в нем опять в нем мы и сделались наследниками смотрите как интересно дорогие друзья мы получаем наследство в нем и 13 стих в нем вы услышав слово истины благовествования спасения и увервав в него запечатлены обетованным святым духом люди которые ищут дух святой крещение духом святым мы можем зная или не зная этого это второй вопрос уже ну знание наше часто ограничено но мы получаем дух святой в нем в Иисусе Христе и я сейчас не буду читать это место но колоссянам 2 глава 6 по 14 стих здесь сколько 8 стихов за исключением одного хотя он тоже косвенно говорит об этом здесь все в нем в нем в нем в каждом стихе практически здесь встречается ну я начну только читать с 6 стиха посему как вы приняли из Христа и Иисуса это наверное вот как приняли больше это часть что через Иисуса Христа а здесь ходите в нем будучи утверждены укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере как вы научены преуспевая в ней с благодарением и еще дальше здесь продолжается с разных сторон в разных аспектах появляется одна и та же простая истина в нем в Иисусе Христе ну прежде всего дорогие друзья я хотел бы сказать что как мало я понимаю эту истину не знаю как у вас дорогие друзья но еще большая проблема наверное вы поймите что есть два аспекта всегда нужно знать понимать а потом нужно жить переживать и делать это то чему учит нас вся Библия если человек не знает то делать вероятнее всего он никогда и даже и не будет может это не нужно знать на академическом уровне понимаете ну нужно знать просто душою сердцем знать какую-то истину не укради ну не скажи молись Господу если человек знает это ему нужно еще эту истину и делать переживать исполнять вот эта истина она очень глубока и вы понимаете в чем дело дорогие друзья Бог бы можно мог бы просто остановиться и сказать нам объяснить нам и мы часто между прочим делаем вот эту огромную ошибку и так и принимаем религию Бога церковь что это какие-то ну просто нужно знать что-то ну сумму каких-то знаний выучить стихов я не говорю что это неправильно дорогие друзья это прекрасная истина прекрасная если мы вот это скажем детям что или кому-нибудь что тебе нужно заучивать стихи но вы понимаете это место священного писания открывает и показывает нам что это не просто нужно знать как знать в колледже как знать в мире вот эти два слова через и в нем показывают что здесь скрыто гораздо что-то ближе чем вот как мы зашли через двери через Иисуса Христа мы приходим к Богу о котором проповедовал Давид в первой проповеди который знает все который знает все наши грехи все наши слабости но мы через Иисуса Христа к этому непостижимому недостигаемому Богу мы приходим и это единственный путь через Иисуса Христа и Бог осознанно у Бога нет ничего я говорю по-человечески как бы мы может быть осознанно в этом в Священном Писании есть эти две фразы в Иисусе Христе в нем жить ходить и через него получать все и дорогие друзья если мы внимательно читаем Библию это не просто как часто эти сочетания встречаются в Священном Писании это суть всей Библии Иисус Бог Иисус Христос и одна дорога в небо через Иисуса Христа и одна возможность только быть святым праведным в нем в Иисусе Христе что это значит это я как я уже говорю приходится постигать всю жизнь важно не остановиться важно не сказать что я уже что-то знаю и понимаю дорогие друзья в нем и если у нас в нашей духовной жизни дорогие друзья что-то не получается долго Бог не отвечает на какие-то молитвы долго мы не видим плода вот этого праведности настоящий не можем победить какой-то грех знаете прежде всего посмотрите вот эти словосочетания в нем и через него потому что опять же вы понимаете что получается что сделала религия она собрала все вот это Божие и поставила ну скажем заключила его вот это здание что вот это Бог твой вот здесь он находится вот здесь он только живет когда ты приходишь сюда то это ты вот здесь уже в Боге дорогие друзья это огромнейший обман и это то что делает дьявол чтобы поставить нас или даже вот это простое вот выйдешь наперед выйди иди но иди к Богу иди в нем перед ним через него тогда это правильно дорогие друзья а все остальное что без него это все просто неправильно это все недостаточно этого всего не хватает ни праведности этой ни победы и поэтому дорогие друзья очень часто в жизни нет победы над грехом всего потому что потому что есть может быть и все какие часто этого недостаточно и J Мы это все делаем, может быть, как я говорил, в какой-то идее, в какой-то религии, но не в нем, в живом Иисусе Христе. Праведность к нам приходит, опять я не читал этого места, где-то оно есть здесь в моих записях, и оно в Священном Писании, в нем, через Иисуса Христа. Мы становимся не только прощенными грешниками, мы становимся безгрешны, потому что мы становимся праведники. И это возможно только в нем, в Иисусе Христе. Дорогие друзья, время убегает, и я уже не буду читать это все место Колоссянам, может быть, прочитаете это и посмотрите, как в каждом стихе. Здесь наш Иисус Христос, который отдал себя за наши грехи, умер за нас и воскрес. Да, и такое место есть, что в нем, с ним мы умираем и с ним воскресаем. Я не до конца, кто из нас знает это действительно, что это значит в духовном мире, но это то, о чем нам говорит Писание. И оно не говорит это нам впустую. Оно нам говорит, чтобы жить этим, переживать это, если не понимаем, искать Бога в этом и понимать, и знать, и исполнять. Слава за это Господу! Был погребен и с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога. Дорогие друзья, мы можем этим пользоваться. Мы можем понимать, что с одной стороны это все очень сложно, но с другой стороны просто одна личность. Один человек, добрый настолько, любящий настолько, что когда видно было, как мы разорваны с Богом Отцом, как мы не можем постичь в нашей греховности, я хотел бы, я говорю это себе больше всего, чтобы мы понимали четко нашу ограниченность. И не просто нашу тупость, понимаете, ну, не в обиду, но это так бывает, вспомните ваши поступки, начните перебирать, и как глупо было многое из того, что вы делали, дорогие друзья. И понимать того святого Бога, понимать, насколько Он свят. И вот есть одна дорога, один человек, Иисус Христос, который решил стать между нами и Богом. И с одной стороны это очень просто. Будешь искать Иисуса Христа, будешь спасен. Будешь веровать в Иисуса Христа, спасен будешь ты и весь дом. Будешь верою принимать вот эти истины, и будет дорога в небо, не будет дороги в ад. Будешь верою принимать это, и уйдут от тебя твои вредные привычки. Уйдет грех, который, может быть, досаждал тебя годами. Будешь идти через Иисуса Христа к Богу, и победа будет за нами, дорогие друзья. Не потому, что мы такие. Как я уже сказал, нам нужно четко понимать нашу греховность и ограниченность. Нам нужно четко помнить наши дела. Не то, чтобы копаться и носить их на себе. Дорогие друзья, просто мы грешники. Мы не можем спастись иначе, как через праведность и святость Иисуса Христа. Через Него мы можем становиться святыми. Через Него мы можем получать ответы на наши молитвы. Через Него мы можем видеть Бога. Когда мы приняли это, что через Него мы можем это сделать. И еще один момент, дорогие друзья. В Нем. Нужно остаться в Нем. Я не знаю, зачем было придумано. Я понимаю, что этот дьявол придумал вот эту теорию о том, что однажды вложите свой этот листочек в эту книгу, то он больше отсюда никогда не выпадет. Это неправда, дорогие друзья. Вот эти все места, которые говорят, что в Нем, они об этом и говорят. Приди в Него, будь в Нем, ходи в Нем и останься до конца в Нем. Здесь написано так, Виана 2 глава, 28 стих. Итак, дети, пребывайте в Нем. Находитесь в Нем, как в этом здании. Находитесь в Нем, как этот лист в этой Библии. Будьте окутаны Ним, будьте в Нем. Ваши мысли пусть будут в Боге, в Иисусе Христе. Ваши чувства пусть будут в Нем. Дорогие друзья, пребывайте в Нем. Библия завез нас к этому, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, если мы не пребываем в Нем. Как я говорю, люди берут и удаляются в такие сложные рассуждения. Все очень просто с какой-то стороны. Нужно быть в Нем. Когда ты в Нем, у тебя все хорошо. Но если ты уходишь, если ты выпадаешь из этой книги, если тебе надоело в этом здании, и ты хочешь пойти посмотреть, что сейчас происходит на парковке, у тебя большие проблемы. И если ты выйдешь, если ты не будешь в Нем, дорогие друзья, то будет стыдно. И опять люди включают вот эту логику, включают что-то, и можно говорить о том, что будет стыдно. Ну, просто будет немножко стыдновато. Нет, дорогие друзья, я вижу по Священному Писанию простую картину. Я в Нем, мне прощены грехи. Я в Нем, я праведник. Я в Нем, может быть, с борьбой, может быть, с трудностями, но весь грех будет побежден, и будет свобода в Иисусе Христе. Я ухожу от Него, я закрылся от Него, я вытесняю иногда. Иногда это вот эти учения, логика, и мы вытесняем Иисуса Христа из нашей жизни, переключаемся в теологию, и живого Иисуса Христа уже нет. Вот это проблема, дорогие друзья. И тогда будет стыдно. И, наверное, непросто, что мы, ну, знаете, замнемся. Когда в притчах, знаете, там 5 талантов, 10 талантов, вот эти притчи, там большинство писания, одна линия. Одна линия. С одной стороны стоят одни люди, с другой, другие люди. Два раба, ну, два раба, которым разные таланты были, они все равно с одной стороны. У них все в порядке. Даже они потрудились один меньше, другой больше. Но с другой стороны, негодный раб, возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю. Библейская система очень простая. В нем, Иисусе Христе, наше спасение. Через Него мы приходим к Богу. И я призываю вас, дорогие друзья, быть в Нем, устремиться к Нему, через Него прийти к Иисусу Христу, потом ходить в Нем, жить в Нем и войти в небо в Нем. Слава за это, Господу, все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Благодарим. Слава Тебе, честный Бог. Слава Тебе и поклонение Тебе за твою счастье за обетование, которые сокрыли. Слава Тебе, слава Тебе, что Ты еще дал грязь на Боге. И мы можем быть на это честным. Слава я выслушать Твое Слово, Бог мой, в отрасли, что за меня было пролито кровь. И веруя в Сына Божьего, я имею жизнь вечную. Аллилуйя Тебе. Веруя в Господь Божий мой, то, что Ты, Божий Матис, Господь нас спасите, а мы, Господь, становимся частью Твоего Божьего плана, который, Боже мой, Ты совершил. Ради нас Ты пришел и ради нас Ты умер, чтобы дать нам будущность и надежду во Христе. Аллилуйя Тебе, Господь. И помоги, Боже мой, цените Даром Небесного, Даром, который ты дал, жизни вечной для нас. Аллилуйя. Слава Тебе. Храните Собою. Чистоте и святости. И помоги, Господь, Боже мой, цените Даром, всем сердцем, и всею душой, и всею крепостью, Господи. Господь, на Тебя надеемся, и пусть это собрание принесет благословение для Можи Тебя. Господь, Иисус, я благодарю Тебя за истину Твою, Господи, Боже мой, я благодарю Тебя за то, что я не до конца понимаю, Господи, в вечности, Господи, Ты откроешь все. Но я благодарю Тебя, что то, что через Тебя, Сын Божий, через кровь Твою можем видеть Отца, можем общаться с Тобою, а в очи слава Тебе и хвала Тебе. Я благодарю Тебя за Дух Святой, Который Ты послал в мир этот, чтобы Он согревал нас, пробуждал нас, Господи, обличал, показывал нам небо, вечность, слава Тебе за это, благодарность Тебе. Я хочу просить прощения, Господь, и за себя, и за каждого, Боже мой, когда мы отвергали Тебя, когда нам становилось это безразлично, где Ты, где мы. Прости, Господь, во имя Твое, и сейчас я прошу Тебя, Ты дал это Слово, пусть это поможет мне, Господь, опять взыскать Тебя, возриновать о том, что в Тебе свобода, в Тебе победа, а в очи, чтобы оставаться в Тебе, чтобы не уходить в этот мир, Господь мой, в это земное, плотское, но быть всегда, всегда, всегда в Тебе, во имя Твое, прошу Тебя, Господь, благослови, Ты знаешь, как это нам нужно, Ты живой Бог, Ты сильный Бог, когда начинаются эти трудные времена, которые мы сможем прожить только в Тебе, там будет наша защита, там будет наш покой, а во очи, во имя Твое, благослови нас, и пусть эти земные дела, эти земные тревоги, не разрушат нашу связь, наше общение с Тобою, Господи, я знаю, что многие люди, вот эта суета, эти скорби, они убьют их, Господи, но помоги нам, Боже, каждому из нас, помоги мне, во имя Твое, чтобы это меня не испугало, чтобы я видел Тебя, и все, что Ты предназначил, пройти, Господи, чтобы пройти, и там встретиться с Тобой, и слава Тебе, благослови, я прошу Тебя о действии Твоем, так мало мы видим Тебя, так мало мы видим руки Твоей, Господи, Ты в этом не виноват, а воочи, я знаю, что Ты всегда был открыт к тому, чтобы к общению, к любви, Господь мой, Бог мой, к Твоему действию, во имя Твое, помоги нам покаяться, помоги нам, Господи, раскаяться в том, что мы мало молимся Тебе, мало ищем Тебя, мало общаемся с Тобою, и я знаю, Ты ответишь, Ты поможешь, и будет то время благодати еще, когда, Господи, будут обращаться люди к Тебе и получать ответ, Господи, дай нам, я знаю, что это происходит сейчас, но дай нам больше этого, благослови нас, стать ближе к Тебе, будь с нами во всем, благослови, Господи, этот день, слава Тебе за все, во имя Иисуса Христа, все это прошу, Отец и Сын, Дух Святой, Аминь. Аминь. Мы прощаем дожникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Братья и сестры, сегодня же одно собрание у нас, вечером не будет, вы же знаете, да, объявляли, и мы хотим еще одну молитву совершить, по просьбе наших друзей, Славика и Алины Кондратюк, у них есть большая просьба к Богу и к Церкви, я пригласил бы их сюда на сцену, и брата Славу, и сестру Алину, пожалуйста, проходите сюда, мы вас будем ожидать, и у них есть огромная просьба к Господу и к нам, вот они идут, у них, их Бог благословил в жизни, и дал им прекрасный подарочек, есть в Писании, так написано в Марка, 10 глава, 13 стих, пожалуйста, садите, и приносили к нему детей, вот они сейчас на руках, несут своего ребенка, своего сыночка, так, сыночка, как вы его назвали, скажите, Асир, это библейское имя, библейское имя Асир, одно из колен израилевских, так было, про отец, слава Богу, пусть Бог благословит, мы очень рады, какое ваше желание, вы сегодня пришли, пришли с ребеночком вашим, какое ваше желание, чтобы Господь благословил, чтобы его благословить, чтобы Бог благословил, чтобы мы за него помолились, и тоже благословили его, этого Асира, Асира, ихнего сыночка, и мы это сделаем, правда же, почему, потому что Господь так делал, и Библия, она об этом учит нас, и когда, помните, у сына Адама, звали его Сиф, родился сын, его звали Енос, и когда этот Енос родился, то написано, тогда начали призывать имя Господа, Господа, это в 4 главе, в 26 стихе, в Бытие написано, тогда начали призывать имя Господа, и вот интересно, как призывать имя Господа, на ребенка надо, и если посмотреть в Писании, вот 6 глава чисел, 27 стих, вот вспомните, 6 глава чисел, 27 стих, и написано, так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их, а как надо призывать, и в 23 стихе написано, такие слова, скажи роду и сынам его, так благословите сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебе, да себе мир, вот так вот призывайте имя Господне, и ты призываешь имя Божие, Господь говорит, вот если так будете призывать, то я благословлю его, и знаете, вот мы посмотрим, кто первый благословил ребенка, первый, кто благословил? Родители, вот когда у Сифа родился Енос, кто его благословил? Кто призвал имя Господне? Родители, то вы первые должны призывать Господа на Его, на вашего оси, такого благословенного, смеется. А дальше кто? Церковь, народ Божий в лице священников должны благословлять Его. Вот так, как мы прочитали. То есть мы с вами должны благословлять Его. И Бог будет благословлять Его, потому что это Его воля благословлять Его. Поэтому мы сейчас совершим такую молитву за вашего оси и желаем, чтобы вы своего ребенка как благословляли? Ну, чтобы вы за него молились. И знаете, чтобы вы были всегда довольны, радостны тому, что у вас есть такой прекрасный сыночек. Знаете, вот радостны. Это будет благословение для Него, если вы будете к Нему проявлять всегда радость и, ну, как вот, ну, довольны им будете всегда. Знаете, как бывает, дети иногда плашают. И плохо что-то, ну, как, плохое делают. Плашают, да, плохое делают. Иногда у людей вырывается такое выражение. Ух, и знаете, такое что-нибудь прибавят еще. Ах, ты такой сякой. То это ты как бы уже недовольство какое-то проявляешь этим ребенком. А вы наоборот. Вот даже если человек, вот ребеночек у вас, вот он проведился чем-то, ну, сейчас он не проведился, вырастет так немножко. То вы стараетесь все равно его благословить. Ах, ты мой хорошенький. Когда же ты научишься делать хорошо, да? Ну, так вот. Ну, ты мой хорошенький. Ну, все равно. Ты мой, ну, любимый. Вот. И хоть вот и бывают эти шалости, да, какие-то. Ну, ты мой любимый. Вот вложите в Него это удовольствие. И Он всегда вами будет доволен. Потому что вы им довольны будете. Пусть вас Бог благословит от всего сердца. Молитесь за Него. Вот. И мы сейчас совершим эту молитву. И мы такой имеем обычай, что мама сперва помолится, да? Ты благословишь своего ребеночка. Попросишь Господа Алина, чтобы благословил он твоего осира, сыночка. За тебя помолится, братья помолятся. Тебя благословят. Чтобы ты была мамой благословенной. Вот. Потом и ты славик помолишься. Благословишь его. Чтобы ваше благословение было. В первую очередь, да? Вот. А потом мы уже за тебя тоже, брат, помолимся. И мы помолимся. А потом возьмем вашего осира. Помолимся за него. Придадим руки Божьи. Мы, как служителя. Церковь помолится, чтобы он был благословен. И я верю, Христос прикоснется к нему. И написано, знаете, когда Христос помолился, написано так, что он потом взял на руки и обнял. И обнял этого дитя. Вот он обнял. Вот так вот он благословлял. Обнимал. И вы чаще обнимаете. Давайте мы станем для молитвы. Господь, я прошу Тебя, благослови нашего сыночка Иисус. Мы предаем его в руках Твоих сегодня, Господь. Благослови меня тоже. Дай мне мудрости, чтобы я его могла воспитывать. Господь, Иисус, правильно. Помоги мне, Иисус, в этом. И слави-ка тоже. Благослови Его, чтобы Он служил Тебе все дни жизни своей. Чтобы Он любил Тебя, Иисус, Господь. Вложи в сердце Его, чтобы Он был добрый, Господь. Чтобы Он был чувствительный, Господь, к сердцу Твоему, Иисус. И чтобы Он служил Тебе, Господь. Чтобы у Него были плода Духа Святого, Господь Иисус. Мы предаем Его в руках Твоих, чтобы Ты нам помогал, Господь. Слава Тебе, Иисус. Дай нам мудрости во всем, Господь. Когда Он подрастет тоже, Иисус. И сохрани Его, Господь, от зла, Господь. И все планы дьявола, Господь, которые Он хочет, Господь, ему навредить. Иисус, но я прошу Тебя, Господь, поставь руку Твою и огради Его, Господь. И чтобы Иисус, Он видел, Господь, куда идти и куда не идти, Иисус. И чтобы все планы дьявола, Господь, было разрушено во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за этот день, который Ты нам даровал. Аминь. Милосердный Господь Бог, мы благословляем Твое имя, и в этот час, Боже, просим благословения, Боже, для Алины, Боже. Во имя Иисуса, да будет милость Твоя, Твое благословение жизни. Ты сохранил ее жизнь, Боже, Ты даровал ее семью, Боже, Ты подарил сына, Господь. И мы просим благослови, дай им мудрости, Господь, влагай Твое Слово, быть Твоим Божьим светом, чтобы дитя, видя их жизнь, могли прийти к Тебе, Господь. Я прошу, пусть Твое Слово пребудет в ее сердце, в ее разуме, Боже, дай ей сил, дай ей здоровье, Господи, и Твоя небесная мудрость, да пребудет в ее сердце, в ее разуме. Просим Тебя во имя Иисуса, Тебе слава веки. Аминь. Слава Тебе, Господи. Благодарим за сыра, Господи, что ты там дал, Господи. Благослови ее жизнь. Разрушься, слава дьявола, Господи. Помоги им, дай мне мудрость, чтобы уложил Твое Слово и учил его. Благослови его, чтобы всегда. So he'll be healthy, Господи. Хвала Тебе, Иисус. Мы благодарим за все. Благослови его, веди его с Твоей рукой, Господи. Чтобы защитить от зла, Господи, и от всего, Господи. Благослови наше Слово, Господи. Мы благословаем его, Господи. Твое имя, Господи. И все Тебе слава веки. Отец Небесный, мы именем Твоим благословляем нашего брата Славика. Мы благословляем его, как отца, принесшего своего сына для благословения пред лицо Твое, Божие. Благослови его, Господи. Благослови его здоровьем духовным, Господь, в первую очередь. Благослови его здоровьем физическим, Божиим, чтобы он мог обеспечивать свою семью, Господь, хлебом насущным. Благослови его, как священника в доме, Господи, чтобы он мог возлагать руки на своих детей, на жену и источать Твое благословение, Божие. Благослови его, Господь, благослови именем Твоим мы просим. Наш Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отец Ебесный, родители благословили этого малыша. Они приняли его от Тебя, Господь. Мы, как церковь, как служители церкви, благословляем его именем Господним. Потому что это дитя, которому Ты дал жизнь, Господь. И это дитя, оно предназначено для Тебя, Господь. И мы благословляем именем Господа. Да будет охрана Твоя над Ним. Да будет Он возрожден свыше, Господь. Да будет милость над Ним. Здоровье Его благослови. Укрепи физически, Господь. Храни отца крода зла во имя Иисуса Христа, Господь. Да придет Твое благословение на это дитя. А воотче. Да откроется небо, Господь. Да будут руки Твои хранящие, Господь. И оберегающие. Просим все во имя Господа. Романа Дух Святой. Ребели Санта Били Романа. Во имя Иисуса Христа. Благослови. Тебе да будет вечная слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Да благословит Тебя, Господь, и слава Богу Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Благословляюте, поздравляюте. Будь Богу. Благословен Тебя, Господь, и слава Богу. Где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Благословен Тебя, Господь, и слава Богу. Благословен Тебя, Господь, и слава Богу. Благословен Тебя, Господь, и слава Богу. Благословен, благословен, благословен тот дом. Слава Богу! Братья и сестры, садитесь на очень короткое время. А я делаю объявление. Вечером на служение не будет, потому... No excuse для всех людей, которые сегодня убежали с собрания раньше времени. Братья и сестры, я... Наверное, те, кто сидят, это не относится к тем людям. Те, кто вышли, не может послушать онлайн когда-то. Что, ну, очень некрасиво, когда мы не можем быть с людьми, которых любим, и перед Господом, которого очень сильно любим, и два часа для нас ужасно долго. Что-то интересно тогда. Поэтому простите меня за такое заключение. У нас вечером собрания нету, бракосочетание в семье у Голубева будет в 6 часов. Мы помолимся еще раз, чтобы Бог благословил. На этой неделе первое деление у нас. Ответственное заслужение в среду в 7 часов собрания, в пятницу в 6.30. И наша молитва о церкви, чтобы Бог благословил церковь, народ Божий, служителей и всех, кто включает в себя слово церковь. Это люди. Бог да благословит. Брат Николай имеет объявление, и мы заканчиваем собрание. У меня объявление, у нас же скоро Кристос, Рождество Христовое. Мы всегда делаем подарки. У нас всегда семья Харитоников, они участвовали. В этом году они хотят взять брейк. Если кто-то из вас есть желание потрудиться во имя Господне и сделать эти подарки, церковь оплатит, вам такое надо закупить и сложить. Помощь, если какая надо будет, мы все поможем. Пожалуйста, подойдите ко мне, и мы это поговорим. Пускай вас Бог благословит. Хорошо. Давайте встанем для молитвы, братья и сестры. Господь наш, мы благодарны Тебе за собрание, за то, что мы слышали Твое Слово. Благодарим, что сегодня, Господи, мы молимся за людей, которые хотят создать семью в церкви. Мы молимся за родителей, которые пронесли дитя в церковь перед лицом Господа. Слава Тебе, Господь Божий. И мы все это делаем во имя Господа нашего, Иисуса Христа, в котором жизнь наша. Слава Тебе. Благослови нас, когда мы домой поедем. Благослови, Господи, вечерний Господь Божий мой, в служении бракосочетания и пира в семье Голубевых. Господи Божий, просим благословения на весь народ Божий. Помоги нам время наше проводить не в пустую, но с пользой для себя и для нашей семьи. Отпусти нас с миром от ног Твоих. Богу нашему вся слава, как Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. Благодать. Продолжение следует...